Привет, друзья! И мы врываемся в съемки в домашней обстановке. Сегодня мы проведем эксперимент по приготовлению стейков, разберемся, как же лучше всего их приготовить, чтобы попасть в нужную нам прожарку. Сегодня у нас такие замечательные стейки, как стриплойн, рибай и нарезка из вагю, самое мраморное и самое дорогое мясо, степенью А5. Цена за такое мясо колеблется в районе 30 тысяч рублей за килограмм, тогда как обычная мраморная говядина начинается от 3 тысяч рублей за килограмм. В чем же разница? Сегодня мы и постараемся разобраться. Сегодня мы не будем забивать мясо специями, а приготовим настоящие, хорошие, сочные стейки без всего лишнего. Начнем со стриплойна. Готовить все стейки мы будем двумя способами. Один на сковородке, а второй доводить до готовности в духовом шкафу. Мне кажется, этот способ достаточно интересным, потому что не нужно следить и переворачивать стейки. Но так ли это на самом деле, сейчас мы разберемся. Первое, с чего мы начинаем, это смазываем наши стейки растительным маслом. Именно для того, чтобы они у нас жарились, а не кипели в масле. Берем небольшое количество растительного масла без запаха и просто аккуратно смазываем стейки с двух сторон. Хорошая мраморная говядина, сама по себе жирная, а уж тем более вагю, его смазывать растительным маслом абсолютно не нужно. Также еще одной особенностью хорошего вызревшего мяса является его ярко-красный цвет и белый оттенок у жира. При этом при надавливании мясо практически не восстанавливает свою форму. Это значит, что волокна достаточно хорошо расслаблены, чтобы мясо было тающим и расходилось у вас во рту без усилий. Вот так это выглядит на хорошем стейке. Для чистоты эксперимента солить мы будем в самом конце перед подачей. Разогреваем сковородку на максимальный жар. Нужно, чтобы она практически задымилась. И ждем, чтобы она хорошенько разогрелась. После этого отправляем обжариваться стейк. Достаточно горячо. Стейк, который мы будем запекать в духовке, обжариваем с каждой стороны по полторы минуты. Для того, чтобы хорошенько его запечатать до аппетитной золотистой корочки. И переворачиваем. И отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку с режимом конвекция на 7 минут. И повторно сильно разогреваем сковороду для второго стриплойна. Здесь важно отдавать предпочтение хорошим сковородкам с толстым дном. Тонкие алюминиевые сковородки для приготовления хорошего стейка не подойдут. Как только сковородка задымилась, отправляем жариться стейк. Первое обжаривание здесь происходит точно так же. По полторы минуты с каждой стороны запечатываем наш стейк. И подъем переворот. После того, как мы запечатали наш стейк со второй стороны, нам нужно обжаривать его еще в течение 6 минут. Каждый раз переворачивая спустя 1 минуту. И вот теперь, чтобы добавить сочности и аромата нашему стейку, мы отправляем туда небольшой кусочек сливочного масла, розмарин и немного чеснока. Тем временем готов наш стейк, который запекался в духовке. И сюда же отправляем отдыхать стейк со сковороды. И для того, чтобы соки внутри нашего стейка равномерно перераспределились, ему нужно отдохнуть. На это уйдет примерно 6 минут. Ну а мы продолжаем делать то же самое со стейком Reby. Первый отправим запекаться в духовку, но перед этим хорошенько его запечем. И на разогретую сковороду отправляем второй кусок Reby. Второй, не менее важный аспект в приготовлении стейков, это не только толщина сковородки, но и толщина самого стейка. Хороший и правильный стейк должен быть от 2 до 3 сантиметров. Это позволит вам добиться максимальной сочности вашего куска. И отправляем отдыхать наш стейк из духовки и стейк со сковороды. Что же касается приготовления вагю, то это мясо не требует длительного приготовления. Можно сказать, что это стейк-минутка. Достаточно просто согреть мясо с двух сторон. Для этого обычно используют либо газовую горелку, либо буквально по 30 секунд на хорошо раскаленной сковороде или гриле. Поэтому мы просто аккуратно берем мясо и раскладываем его на доске. Вон здесь у нас с вами лежит примерно 3000 рублей. Теперь берем мою любимую горелку и согреваем мясо с двух сторон. И переворачиваем. Мясо у коров пород вагю настолько нежное и настолько нежный жир, что плавится практически мгновенно. Все, что нам остается, слегка присыпать их солью и пробовать. Давайте оценим. Это очень нежно и очень вкусно. Перфекто. Сравним мы его по вкусу с остальными стейками. Прямо сейчас надо покормить оператора. Первым у нас идет стриплойн из духового шкафа. И стриплойн со сковородой. Как видите, более равномерной и качественной прожарки удалось добиться именно в духовом шкафу. Посолим и пробуем. Мясо очень нежное, сочное. И яркое по вкусу. Стейк, приготовленный на сковороде, мне понравился чуточку меньше. Здесь чувствуется более зажаристая корочка и менее сочное, чуть суховатое мясо. На сковороде стоило держать немного поменьше. При этом духовка показала идеальный результат. И теперь, пожалуй, время самого популярного, можно сказать, короля стейков. Стейк, рибай. Этот красавчик из духовки. И со сковороды. И здесь история опять повторяется. При равном времени приготовления в духовке мы получили идеальный медиум. Тогда как на сковороде уже ближе к медиуму. Но, тем не менее, давайте попробуем. Вы видели, наверное, насколько сочнее по сравлению со стриплойным получился рибай. Все дело в большем количестве прослойных жира в самом мясе. Потрясающе, друзья. Шикарное мясо. Наверное, если учитывать цена-качество, то сегодня рибай мой фаворит. Я надеюсь, эксперимент вам понравился. Если да, то мы обязательно будем продолжать. Стоите нам сегодня любезно предоставленной компанией Vagio Store. Ссылочку на их инстаграм и на их сайт я оставлю в описании. Если вы хотите приобрести такое мясо, то обязательно переходите к ним, заказывайте и пробуйте. Ну а у меня на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки. Не нравится, ставьте дизлайки. Если хотите посмотреть наш эксперимент о том, как я готовил стейк в растительном масле во фритюре, переходите по подсказке. На этом у меня все. С вами был Тихо. Пока-пока.